А вы считаете, что госпожа Мэй могла ему поверить и про Солсбери, и про правовое государство? Вы знаете, неизвестно. Ведь сначала, что было заявлено со стороны Мэй, что она вот хочет укрепить дружбу там чуть ли не, да, что она хочет вот вроде как сделать так, чтобы государства как-то вот пришли к какому-то договоренностям и так далее. Никогда с Россией не будет никаких договоренностей в путинской России, да, никогда нельзя считать, что Россия будет считать европейское государство своим, скажем так, равноправным партнером и не будет врать, не будет за спиной делать какие-то свои другие действия, направленные только на собственные интересы, а интересы только Путина, да, государство это я, вот государство это Путина, все. Других вариантов в России сейчас нет. Вот. И опять-таки, переходя к теме взаимоотношений России с другими европейскими государствами, мне хотелось бы сейчас затронуть тему, она достаточно интересная, эта тема, и она, в принципе, по сути своей, она новая тема, потому что вот когда мы говорим Россия и международные договоры, да, то есть Россия и взаимоотношения с другими европейскими государствами, о чем обычно вот сразу вспоминаем. Мы вспоминаем Билла Браудера, мы вспоминаем Интерпол, действительно заслуживающая там уважение темы, я действительно считаю, что он делает очень много и замечательно, и, как говорится, дай бог здоровья. Вот. Но кроме этого есть еще ряд интересных, незатронутых тем, которые бы вот я хотела бы сейчас обсудить, если вы позволите. Давайте, конечно. Что это за темы такие? Когда мы говорим, опять-таки, да, Россия и международный договор, Россия участвует в правовым способах, там, вот, скажем так, в регулировании правовой системы европейских стран и так далее, и так далее. Вот смотрите, есть потрясающие вещи, да, вот я сегодня специально сделала подборку, сделала себе такую шпаргалочку, если вы позволите, вот себе в телефон написала. Значит, вот посмотрим, например, Европейская конвенция о выдаче, да, это какой год, 57-й, значит, конвенция передачи осужденных лиц, это какой год, 83-й, да, то есть это вот, ну, советское время. Понятно, что сейчас можно говорить там о участии России в Интерполе и так далее, это вот все об уголовном, да, как бы вот уголовном судопроизводстве. Опять-таки, да, вспомним какие-то года и что в это время было. Россия очень интересно, кстати, пользуется своим положением в Интерполе, она прямо троллит им Интерпол, не милосердно. Естественно, а был бы тогда, вот, помните, вот в прошлом году еще, когда была тема про Копчука и так далее, не троллила бы, а гнобила бы всех. Вот, поэтому в данном случае, слава богу, что хотя бы не стала представитель Россия в Интерполе. Ну вот, но сейчас перейдем немножечко к другой теме, если вы позволите, ведь кроме уголовных дел, да, существует еще огромный пласт, через который Россия может давить на Европу, а также может давить на оппозиционных, представителей оппозиционного сообщества, которым, слава богу, удалось убежать или там вовремя уехать из России. О чем я сейчас говорю? Я говорю, что Россия ведь участвует в международной правовой помощи, не только по уголовному, да, об этом уже достаточно много сказано, там, Интерпол и так далее. Но еще ведь есть гражданское судопроизводство, семейные дела. Это огромный пласт того, как Россия может влиять на Европу. До меня я не помню, чтобы кто-то обширно поднимал эту тему. Значит, я неоднократно пыталась поднять эту тему, в том числе и среди оппозиции, потому что мое мнение, я считаю, что оппозиция, это не... Вы знаете, собрались на каком-то мероприятии, вот говорим, 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 что говорим? Ну вот да, Россия не демократична, не правовое государство, вот все, вот нужно там что-то. А вот теперь переходим к конкретным действиям. Я предлагаю, слушайте, давайте сделаем так, создадим рабочую группу, разработаем юридические механизмы, проработаем вообще всю эту ситуацию. Как Россия участвует в двусторонних международных правовых договорах, практически с каждым государством, по гражданским и по семейным делам. Значит, что это такое? Например, в России все мы понимаем, можно купить любое судебное решение, покупать себе любое судебное решение, приходим в любое европейское государство. Ну, опять-таки, я не вдаюсь в частности, я говорю сейчас в общем. Да-да-да, я понимаю. Приходит адвокат в органы записи гражданского состояния, говорит, вот российское судебное решение, вот договоры правовой помощи, значит, пожалуйста, меняемся в действие о рождении ребенка. Ну, знаете, как недвижимость, вот переписали с одного владельца на другое, да? Значит, ну, здесь сыграло ряд факторов, мне в определенной степени повезло, что на начальном этапе это было передано в суд, потому что попалась очень грамотная, скажем так, человек, который работает в органах записи гражданского состояния. Вот, благодаря этому все это пошло в суд. Если бы там был просто кто-то некомитентный чиновник, решение было бы сразу акцептировано, и никто бы мне сказал, что оно не было акцептировано на каких-то непонятных основаниях. Вот закон, вот договоры взаимоправовой помощи. Польша принимает любое судебное решение, опять-таки повторюсь, без суда, без следствия, без производства и так далее, и так далее, да? На самом деле это звучит безумно страшно. То есть, опять-таки, как я говорю, да, в России, в заведомо неправовом государстве, в террористическом государстве, да, где все суды куплены, где все это вот просто отравлено коррупцией, покупается судебное решение, и в Европе оно подлежит исполнению. Продолжение следует...